В начале февраля 2014 года, когда Евромайдан в Киеве набирал обороты, а в Севастополе уже пахло русской весной, случилось уникальное для христианского мира событие. Дары волхвов впервые за 500 лет покинули гору Афон и оказались белокаменными. Изначально святыню планировали выставить только в столицах трех государств – российской, белорусской и украинской. Но по настоянию патриарха Московского и всей Руси Кирилла дары привезли и в Севастополь. Настоящее общегородское паломничество к святыне наблюдали корреспонденты СТВ. Смотрим. Дары волхвов в Севастополе впервые за 500 лет уникальную христианскую святыню вывезли с горы Афон. Изначально реликвию планировали выставить лишь в столицах России, Белоруссии и Украины. Но по настоянию патриарха в Сееруси Кирилла дары волхвов привезли и в Севастополь. Здесь о них пробыли менее суток, как это было в материале Елены Корнауховой. Дары волхвов в Севастополе. Тысячи людей идут нескончаемым потоком в Свято-Владимирский собор в Херсонессе, чтобы приложиться к святыне. В очереди заметно много женщин. Дело в том, что на Афон, где хранятся дары волхвов, представительниц прекрасной половины человечества не допускают. Сегодня они могут воспользоваться, по сути, единственным шансом увидеть одну из главных христианских святынь своими глазами. Эти дары волхвов – это реликвии нашей древности, которые несут положительную энергетику, которая нас оздоравливает, которая нам очищает душу. И так хочется, чтобы души наши были чище. Просить буду, конечно, здоровья для себя, для своих детей, для родных, для всех. Ну и посмотреть, конечно же, это чудо. Мы пришли, конечно, к такой большой святыне. Единственный раз в жизни, наверное, предоставится такая возможность. Очень рада, что к нам попали, что к нам привезли ее. Паломничество началось 1 февраля. Тысячи людей встречали реликвию, которую привезли в Херсонессе в 23.30. От памятника Андрею Первозванному священнослужители с дырами волхвов проследовали Свято-Владимирский собор, где был совершен молебен об умножении любви. На протяжении ночи с субботы на воскресенье был открыт свободный доступ к реликвии. Одним из первых приложился к святыне градоначальник Владимир Яцуба. Я думаю, что сегодня больше людей даже пришло, чем на Пасху. Вы это видите. Ну, постарались сделать так, чтобы аккуратно все было. Сейчас закончилась молебень. Сейчас уже начнут пускать людей. Постарались на втором этаже сделать так, чтобы проход был. Открыли второй выход. Но, конечно, такую массу людей трудно пропустить. Поэтому с праздником. Божьей благодати вам всем. Утром и днем поток людей только увеличился. В очереди некоторым паломникам приходилось провести по несколько часов. Но на случай замерзания или плохого самочувствия были предусмотрены палатки с горячим питьем и дежурные скорые. Однако последнее никому не понадобилось. Морозную погоду побороло душевное тепло. Знаете, на душе легче намного. С себя вот вышла я сейчас, да, и мне кажется, у меня здоровье даже появилось. Что я чувствую, это не описать словами. Вот какая-то такая глобальная святыня, которая вот частичка души прикладывается, твоей личной души прикладывается к Вселенской святыне. Дары волхвов – это одна из немногих реликвий, связанная с земной жизнью Христа, которая сохранилась до сегодняшнего дня в виде 28 небольших подвесок, различной формы, искусственно украшенных орнаментом в технике филигрань. Каждой из этих золотых пластин на серебряной нити прикреплены бусины, состоящие из смеси ладана и смирны. Постоянное место хранения реликвий – монастырь Святого Павла на горе Афон. Впервые за 500 лет дары волхвов покинули Грецию и уже были представлены в Москве, Санкт-Петербурге, Минске, Киеве, Симферополе. Передвижение реликвий организовал благотворительный фонд святителя Василия Великого. Я надеюсь, что посещение дарами волхвов этой земли укрепит православие и поднимет боевой дух находящихся здесь моряков. Почти за 17-часовое пребывание реликвий в Святовладимирском соборе к дарам волхвов смогли приложиться около 100 тысяч верующих. В 16 часов святыню из Херсонеса перевезли на Графскую пристань. Отсюда на катере реликвия отправилась в Куриную бухту, где находится единственный в городе причал, на котором совместно стоят российские и украинские корабли. Их экипажи смогли приложиться к святыне. Затем реликвию перевезли на 14-й причал, где стоит гвардейский ракетный крейсер «Москва». Экипаж флагмана также смог прикоснуться к дарам волхвов. На протяжении всего путешествия святыню сопровождала делегация монахов Афонского монастыря во главе с намистиком-архимандритом Парфением Мурелатасом. Мы не просто так здесь все оказались. Для нас это миссия, о которой вы все знаете. Мы привезли сюда честные дары волхов со святой горы Афон, чтобы благочестивый народ Божий, христиане, смогли приложиться к этой святыне. Мы покидаем Севастополь с самыми лучшими впечатлениями. Мы потрудились. И этот труд благословен Богом. На гвардейском ракетном крейсере «Москватор» комитеты монастыря святого Павла, флоту и городу были переданы копии святых даров, освященные на горе Афон. Далее ковчег с дарами волхвов направился в Волгоград. Там он будет находиться 3 и 4 февраля, а затем вернется на Афон. Хелена Корнухова, Денис Александрович. Программа «Наше время». Прибытие христианской реликвии не обошлось и без мистики. Буквально за несколько минут до встречи даров в небе над Свято-Владимирским собором появилось изображение креста. По словам очевидцев, наблюдать его можно было в течение получаса, затем оно исчезло. При этом верующие считают, это было знамение свыше. Ученые же утверждают, это оптический обман, а точнее проекция накупольного креста в свете прожектора. В целом же пребывание святыни в городе обошлось без эксцессов. Милиция не зафиксировала никаких нарушений. Всего для обеспечения правопорядка было задействовано 100 сотрудников МВД. Также помощь им оказывали 60 человек из Координационного совета казаков при Севастопольском благочине, байкеры Международного мотоклуба «Ночные волки» и спортсмены Федерации самбо и дзюдо.